всех приветствую обзор анализ прогноз криптовалют как быстро у нас меняется настроение на рынке вчера только вся криптовалюта была в зеленой зоне сегодня лишь единичные альткоины показывают рост основная часть крипты вся в красном цвете сегодня по объему торгов в топе у нас кроме биткоина эфириума и стейбл коинов находится полигон мать их однако же наибольший рост показывает другая монета тезос почти плюс 25 процентов за сутки наибольшее падение монета редикс минус 17 с половиной процентов биткойн особо не растет но при этом за 24 часа видим что шартовые позиции сокращаются минус 16 и 3 процента ланге остались без изменений страха немного поубавилась ушли мы из экстремальной зоны сегодня цифр 28 вчера было 25 за последние сутки ликвидировано более 71 тысячи трейдеров забрали у них 164 миллиона долларов большинство пострадавших это лангисты наконец-таки люди перестали шортить как мы видим из этой диаграммы несколько дней подряд были повышенные ликвидации шартистов сегодня их практически не видно грейс кейл закупали у нас солану за последние 24 часа обычно это происходило в паре с маной но сегодня децентроланд пошел под распродажу какие монеты сейчас популярны у пользователей твиттера на первом месте шиба ину на втором эфириум на третьем bitcoin шиба ину по-прежнему удерживают лидерство именно об этой монете пишут больше всего в твиттере а если смотреть на строение пользователей твиттера то мы видим что произошел похоже перерасчет данного индикатора и мы с начала декабря наблюдаем такой боковик настроений до этого был позитив сейчас пользователи не могут определиться что будет дальше либо пролив ниже либо отскок от дна пока сантимент неопределенный что покупал наш кит за которым мы следим третий тот самый кошелек на этот раз у нас приобрел одной транзакции 230 биткоинов и еще одной плюс 158 биткоинов он продолжает откупать но не думая даже о продажах посмотрим крупные транзакции на эфире он кошельках более миллиона и за последние сутки видим что 7 миллионов 250 тысяч приобретенного монеты мана децентрал энд два вывода монеты суши токен каждый вывод почти на 3 миллиона вывод chain link почти на 2 миллиона пополнение монеты мать их чуть более чем на 2 миллиона еще одно пополнение монеты мать их на 2 300 но при этом есть и вывод на миллион сто пятьдесят девять чуть меньше чем завели крупные выводы у rapid btc 6 900 и миллион четыреста вывод render токен более чем на 7 миллионов две транзакции в rapid btc только что были на вывод и две такие же большие на вот 7 588 и миллион четыреста двадцать два тут же видим это же монета вывод на более чем 15 миллионов еще на миллион сто восемьдесят один вывод у rapid btc вот чуть более чем на 4 ляма и кстати эта монета rapid btc является одной из самых недооцененных по версии sentiment вот список недооцененных монет который имеет хороший фундаментал на первом месте bitcoin на втором риппл на третьем hex на четвертом shiba inu на пятом rapid btc и litecoin на шестом месте по мнению sentiment это монеты которые могли бы стоить на данный момент намного дороже здесь у нас представлена сбалансированная цена биткойна и как мы видим из данного графика мы находимся в середине диапазона но стоит учитывать что здесь отмечен тот факт что пик у нас в цикле уже состоялся в апреле этого года и не факт что он будет перебит есть конечно шанс что мы можем повторить 13 14 год когда было две вершины однако же по данному показателю вершину мы уже достигали в этом цикле и теперь вполне можем идти на дно это один из редких графиков который говорит о том что пика можно не ожидать большинство же таких статистических графиков говорит о том что все еще возможно вот например множество реализованных убытков всякий раз когда мы видели всплеск по данному индикатору это было дно коррекции даже если присмотреться вот к этим маленьким всплеском всякий раз они были если не на дне то в непосредственной близости от него и на недавнем проливе также этот показатель подскочил достаточно высоко тем самым говоря что люди на этом проливе не хотели продавать но им пришлось они сливали в минус похожая история у нас была летом когда мы провелись увидели большой всплеск данного показателя но потом еще немного вниз добили увидели что уже меньше людей продаются в убыток и пошли в рост сейчас может быть аналогичная ситуация также протестировали как дела у нас с продажами в убыток можем еще раз обновить недавний лой и потом уже с большей вероятностью идти наверх большинство сравнений с тринадцатом и семнадцатом годами на данный момент нарушена но существует еще вот такое если обратить внимание на логарифмический график биткоина построить здесь вот такие кривые наложить на них фибоначчи то мы увидим что всякий раз перед финальным пампом цена ударялась сначала сверху вниз в 1 272 от него отбивалась в 1 618 затем тестировали вот эту вот среднюю линию и затем улетали наверх такая ситуация была в тринадцатом году аналогичная была в семнадцатом ударились в 1 272 отлетели в 1 618 протестировали среднюю линию и улетели наверх сейчас тоже самое у нас происходит ударились в 1 272 отбились в 1 618 и сейчас в данный момент мы тестируем вот эту среднюю линию будем надеяться что хоть один паттерн сравнение 13 и семнадцатого года отработает и все-таки мы увидим долгожданный тузумун к тому же глаз нот нам намекает что на проливе цены число кошельков которые холдит более 100 монет не то что не уменьшилось а наоборот даже перебили недавние х и то есть их становится больше крупных держателей биткоина на проливе стало больше это не исторический максимум но мы видим как два этих показателя ранее всегда шли вместе сейчас мы видим такую раскорреляцию подобное мы видели при падении когда цена шла наверх а крупные кошельки уже начали сбрасывать естественно цена догнала этот показатель и улетела еще вниз здесь может быть обратная ситуация здесь мы можем догонять увеличивая ценовые уровни еще один интересный индикатор который показывает нам зону аккумуляции это крупный таймфрейм смотрим на движение которое началось у нас 3000 на дне вот здесь у нас пик 2017 года и мы видим что когда мы выходили из зоны аккумуляции здесь это было здесь было дно мы пошли медленно но наверх здесь мы пробили зону аккумуляции снизу вверх и также за этим последовал рост перед недавним пампом который был в двадцатом году также полетели наверх и сейчас у нас происходит подобная же ситуация станет ли это исключением из правил либо подтвердит данный индикатор скоро узнаем но факт остается фактом выходим из зоны аккумуляции по данному индикатору и на истории видим что после этого был рост посмотрим события на монетах кукойн листит проект где travel из 9 декабря будет торговля хобби добавляет к себе на биржу проект торум xtm с 8 декабря будет торговля биржа гейт листит kill box game также с 8 декабря но это helium анонсировала 13 декабря активацию пруфов кэбридж на своем сайте helium ком они публикуют что нужно сделать пользователям прямо по пунктам монета flow также у нас сообщает о новости hard fork назначен на 8 декабря они будут запускать майнет 8 декабря в 8 часов по тихоокеанскому времени за последние сутки у нас ускорился вывод биткоинов еще ниже мы летим просто безоткат на какой-то сумасшедший вывод биткоинов при этом отсутствует большое количество вводов на бирже биткоинов и поэтому резервы все меньше и меньше судя по истории это положительный сигнал то что у нас сейчас балансы бирж летят вниз потому что мы видим как на этом цена росла к тому же в апреле когда цена падала балансы бишь как раз таки увеличивались а когда цена росла балансы бирж уменьшались сейчас мы видим трехгодовалый минимальный рекорд биткоинов на биржах судя по истории цена скором времени должна развернуться и пойти вверх если ничего здесь не изменится еще одно интересное событие на монете стеллар анонсирован снимок 2 раздачи aqua держатели xlm получат шанс потребовать акв снимок состоится от 15 января 22 года это означает халяву а когда у нас бывает халява значит логично было бы предположить что стеллар будут набирать тем самым его цена вполне вероятно будет увеличиваться и до 15 там до 13 до 14 января логичнее было бы цене расти затем уже те кто захотел заработать на этом росте в преддверии снэпшотом могут резко начать скидывать ну а после снэпшота еще больше народа начнет скидывать стеллар поэтому до 15 января устал и неплохой шанс подрасти посмотрим новости в иркутской области майнером биткойна повысили тариф на электричество через суд иркутской энергосбыт подал 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах на 73 и 3 миллиона рублей в девяти случаях компания смогла перевести фермы с тарифов для населения на цены для предприятий после перерасчета энергетики смогут вернуть 18 7 миллионов рублей что интересно стало с остальными потому что исков то было 85 а перевели только 9 видимо не удалось доказать либо суд еще продолжается но факт остается фактом прецедент создан я думаю в других регионах страны также будут это применять если у вас квартир день на балконе там в гараже или еще где-то найдут ферму если не оштрафуют то плату за электричество вам задерут до потолка виза способствует массовому принятию биткойна они объявили о создании нового консультационного подразделения которое поможет клиентам ориентироваться в криптовалютах они будут предоставлять консультации финансовым учреждениям ритейлеров и другим фирмам по всем вопросам начиная от развертывания криптовалютных функций и заканчивая изучением не взаимозаменяемых токенов nfc они рассчитывают что данные действия помогут массовому принятию биткоина и других цифровых активов поскольку компания стремится выйти за рамки бизнеса карточных платежей в общем они поняли что крипто уже никуда не уйдет и не стали закрывать глаза решили возглавить все это дело не только работать крипто и но еще и обучать расширяя рынок совет федерации россии создаст рабочую группу по регулированию криптовалют похоже со следующего года за крипту в россии возьмутся посерьезней в группу войдут представители минфина минэкономразвития росфин мониторинга минцифры налоговой службы правоохранительных органов парламента центробанка а также криптовалютной индустрии кто это такие представители криптовалютной индустрии неизвестно но тот факт что войдет налоговая правоохранительные органы росфин мониторинг ничего хорошего не сулит вполне опять попахивает закручиванием гаек мы уже ввели запрет на их использование использование криптовалют в качестве средства платежа что касается вопроса о целесообразности запрета и на иные операции с криптовалютами это вопрос непростой дискуссионный то есть он не сказал что такого вопроса нет будут обсуждать что еще запретить оплата запрещена что еще запретить нужно обсуждать отличные новости для монеты шиба ину туристическая платформа трава объявила приеме шиба ину в качестве средства платежа держателем монеты ship станет доступно бронирование более двух миллионов 200 тысяч отелей в 230 странах и свыше 600 рейсов авиакомпаний это туристическая компания в твиттере у себя провела опрос какие криптовалюты следует добавить в список способов оплаты бронирования по итогам голосования шиба ину набрала более трех миллионов четырехсот тысяч голосов почти вдвое опередил ближайших конкурентов все-таки шиба армии делать свое дело и продвигает в соцсетях монету как надо и это еще не все шиба ину games объединяет усилия с крупнейшим австралийским разработчиком видеоигр они вступили в партнерство с play site studios крупнейший разработчик видеоигр в австралии целью сотрудничества является разработка новой игры на основе коллекции не взаимозаменяемых токенов шиба ши в течение следующих 8 месяцев директор play site говорит что объединение дает возможность изучить криптовалюту и нфти видимо это один из их первых проектов в этой сфере ожидается что игра будет выпущена в начале двадцать третьего года похоже что на следующие бычья ралли биткоина шибу ину будет в полной готовности куча проектов как раз будет завершено или будет на стадии завершения тем самым подстегнет хайп и в следующем цикле рост будет вполне возможно еще круче это выгодно не только монете шибу ину например акции play site после этой новости подросли на 5 процентов что свидетельствует о том что трейдеры воодушевлены новым сотрудничеству чего нельзя сказать о шибу ину цена монета упала на 252 но не только шиба у нас работает в сфере игр и нфти юбисофт вот запустят собственную нфти платформу на блокчейне тезис пилотный запуск запланирован уже на завтра 9 декабря 1 поддерживаемой игрой станет гост рекон break point для windows на базе этой нфти платформы игроки смогут зарабатывать специальную валюту digits внутренний контент за эти монеты будет обновляться постепенно первые предметы с кими на оружие персонажей и экипировку появятся 9 12 и 15 декабря в сша и канаде после этого присоединятся геймер из латинской америки европы и австралии давайте посмотрим графики на биткоине здесь задерживаться даже пока не имеет смысла все так как предполагал вчера трехволновая коррекция на низких объемах следовательно пошли вниз перекрыли вот этот пик это не очень хороший знак если перекроем еще и вот этот лойд то это поход еще ниже пока здесь явно нет никакой точки входа я вне биткоина вне рынка наблюдаем когда ситуация восстановится и можно будет рассматривать ланге пока здесь приоритете снижение до тех пор пока мы не достигнем хотя бы 46000 похоже на то что здесь коррекция не завершится я пока именно эти цены рассматривал как целевую зону посмотрим монету дэш попросили ее в донате и в донате же был вопрос мертвые ли это монета ну давайте глянем смотрели мы ее в прошлый раз находились видимо где-то здесь стопы у нас здесь выбиты если никто не убирал стопы не фиксировался целевая зона была намного выше мы сюда не дошли сломали нам структуру и сейчас она явно уже не актуально можно было здесь по трейлинг стопы закрываться и получать прибыль если кто-то сидела ничего не делал то получил стоп тоже ничего страшного эта часть торговли но я думаю все таки тот кто здесь заходил прибыль смог забрать давайте посмотрим что у нас на данный момент происходит на этой монете восходящий импульс у нас здесь сломан будем оживлять монету если у монеты шанс на дальнейший рост можно сказать если мы пробьем вот этот еще лай то шансов станет еще меньше до тех пор вот это движение не сформировала полноценный импульс но можно здесь принять это за 5 волновку с укороченной 5 волной то есть если пятерка у нас завершилась вот здесь следовательно конец импульса переносится вот сюда автодоксальная точка завершения первой волны будет ниже двойка у нас вторая волна еще актуально потому что мы не пробили вот этот лай если мы его пробьем то здесь можно все крестом перечеркивать и здесь уже данную структуру ничего не спасет нужно будет пересматривать более глобально на данный момент мы видим 5 волн вверх с укороченной 5 волной 3 волны вниз в рамках волны 2 и давайте глянем более локально если здесь точка входа и и пока здесь нет я бы здесь не входил джб пока нет торговал хорошо здесь что вышли большие объемы здесь идет такое повышение объемов а также индикатор пока не дает сигналов на возможный разворот да и структуры здесь такая неоднозначная в общем резюмируя монеты не мертвы но точки входа на данный момент здесь нет если все таки мы здесь не пробьем лой из этих уровней начнем рост то первая зона это у нас пик волны 1 2 зона это 330 расчетная зона для волны 3 давайте на дневках еще глянем как это все выглядит но даже если здесь слой пробьем нужно будет уже другую структуру смотреть потому что дно все-таки еще не достигнута она достаточно далеко но вот если вот это дно пробьем то здесь вот этот импульс уже точно отменяется пока здесь еще можно найти укороченную пятую волну и три волны вниз коррекционную формацию все здесь по правилам нормально однако же точки входа еще раз повторю нет здесь залетать я бы не стал посмотрим риф также у нас здесь нападение все похоже сломалась да вот здесь мы были в последний раз можно было покупать но здесь точно уже никто не заработал если на дэше хотя бы была возможность закрыться в плюс здесь при покупке сразу же был бы стоп но не было бы стопа сидели бы сейчас просадках а так минимальный убыток зафиксировали можно искать новые варианты для заработка что у нас здесь предположительно здесь импульс сейчас у нас коррекция вот эта структура точно сломана пробили здесь слой вот эта структура у нас тоже сломана не можем мы заходить здесь за вот этот лой однако же у нас здесь прослеживается корявый начальный диагональный треугольник в принципе все правила соблюдаются 5 в первой волне три волны во второй волне 5 волн можно найти в третьей волне 3 волны 4 и 5 волн 5 которая вылетает за грань треугольника но это нормально каждая последующая волна короче предыдущие в общем здесь как я вижу правила начального диагональника соблюдаются следовательно из него мы вылетаем вниз не должны на пробивать вот это дно и сейчас у нас коррекция которая пока не завершена потому что и судя по структуре и локально если посмотреть у нас тренд до сих пор нисходящий здесь пока также точки входа нет и все это движение больше похоже на импульс а если есть один импульс то должен быть и как минимум второй а может еще и будет здесь треугольники всякие в общем об этом пока говорить рано нужно дождаться нормальной точки входа как и по монете дэш здесь эта монета риф все еще жива здесь есть заходной импульс только в виде теперь начального диагональника и до тех пор пока мы не проявили вот этот лой здесь приоритете глобально long первая цель конечно это вот этот пик начального диагональника следующая зона это следующий пик но опять-таки пока здесь точки входа на лонг нет посмотрим еще на монету тезис по которой неплохие новости которая хорошо растет что у нас здесь смотрели мы ее где-то получается здесь на коррекции зону отмечали на верхней грани такого восходящего канала прекрасно все это дошли выполнили здесь у нас все отработало что можно рассматривать сейчас ударились а нижнюю часть канала и в принципе здесь можно рассматривать кстати ланге не по каким-то волнам не по структуре а чисто вот по каналу отбились от нижней грани канала отбились от уровня поддержки вылетели вверх на объемах здесь неплохо все это дело выглядит опасно конечно с биткоином с таким торговать пока биткойн не развернулся все он может потянуть вниз и все переломать однако же если кому не терпится здесь есть вот неплохие точки входа стоп за лой и можно попробовать поймать движение наверх цель у нас это верхняя грань данного канала пока тезис у нас неплохо его отрабатывает ходит от нижней грани к верхней и обратно посмотрим мать их неплохо он подрос все монеты у нас падают а он растет последний раз мы его смотрели где-то летом получается находились вот в этой зоне был заходной импульс можно было покупать особо коррекции не было но если от текущих покупали то можно было взять дополнительно не наливали достигли расчетной зоны здесь все нормально дальше мы не обновляли график здесь прогноз отработал давайте посмотрим что сейчас происходит на данной монете как идеально удержали скользяшку 200 отбиваясь от нее но здесь фланговать бы я уже не стал здесь у нас и по индикатору дивер и находимся в вблизи уровня сопротивления вблизи предыдущих пиков здесь также точек входа на лонг нет опять-таки даже если кинуть канал находимся возле верхней грани здесь у нас велика вероятность что в ближайшее время мать их может развернуться и пойти вниз слишком много факторов на то что мы развернемся вниз к тому же если смотреть структуру то очень похоже на то что ведь была волна 1 2 3 4 еще завершаем пятерку объемы понижены индикатор пониженный минимальную зону уже посетили а вот эта зона расчетная для 5 волны и также посетили в общем здесь уже нужно рассматривать вариант выхода из рынка нежели входа в него посмотрим монету стеллар это та монета на которой 15 января будет snapshot и airdrop последний раз мои рассматривали похоже где-то 29 сентября лет в конце сентября стоп здесь нарисован предположительно здесь был импульс сейчас коррекция high достигли но толком не перебили и полетели вниз здесь структура не сломана однако же коррекция усложнилась теперь нас двойка переносится вот сюда на данный момент также видим 5 полу наверх три большие волны вниз все это дело у нас отменится если пробиваем вот этот стоп ниже 02 первая зона предыдущий пик и расчетная зона для третьей волны стала ниже так как вторая волна также у нас спустилась ниже если вариант сейчас зайти давайте посмотрим но опять-таки лучше посмотреть еще за этой монетой есть что-то какие-то попытки разворота и пойти уже наверх отсюда но но слишком мало факторов здесь слишком опасный вход если кому-то хочется конечно может брать хоть с текущих уровней и стоп для основания но я пока бы повременил с этим потому что вот здесь такой есть вот эти две свечи не очень хорошие которые говорят о том что вполне вероятно можем еще и вниз пойти такие откупанные свечи к тому же и индикатор у нас говорят о том что падение еще не завершено в общем здесь хорошая возможность зайти но точки входа точнее пока нет здесь нужно понаблюдать но перспективу у стеллар есть к тому же с учетом того что будет airdrop когда все это раскидают сейчас по всем каналам везде протрубят биржи будут говорить о том что они поддерживают этот airdrop тогда стеллар и хорошенечко полетит а на этом все подписывайтесь на канал становитесь спонсорами канала добавил я такую кнопку ставьте лайки пишите комментарии всем удачной торговли кто досмотрел видео до конца счастливо